Севастополь Он распорядился снести трущобы, переселить их жителей в другое место города, а здесь началась уже плановая застройка центрального городского холма. Одно из строений, которое дожилось с тех времен до наших дней, прямо за моей спиной, это башня ветров. Она была выстроена в 1849 году. Тут же рядом находится еще одно из старейших строений города Севастополя, собор Святого Владимира. К нему мы сейчас и пройдем. Один из самых известных храмов на территории города Севастополя это Владимирский собор, здесь на центральном городском холме. У нас в городе два Владимирских собора. Один здесь, в центре, а второй находится на территории города Херсонеса, там где как раз и происходило судьбоносное для русских земель крещение князя Владимира. Этот собор был построен, точнее его строительство было начато в 50-е годы XIX века по инициативе адмирала Лазарева. Здесь же в основании храма как раз и было помещено тело православного фотоводца после того, как он скончался. Увы, постройку храма завершить удалось не сразу. В 1854 году город Севастополь был осажден английскими и французскими носками, на него начали сыпаться ядра. Это явно стало недострительством. Сюда же в основании храма легли тела учеников Лазарева, адмиралов Нахимова, Корнилова и Истовина, погибших здесь на Севастопольских бастионах. И лишь в конце 80-х годов XIX века собор был построен и введен в строй. Конечно, в советскую эпоху он пустовал, а когда началась Великая Отечественная, он сильно пострадал от осколков вражеских снарядов и авиабом. До сих пор, если подойти к нему близко, можно видеть на его стенах, колоннах и ступенях следы от попадания вражеских снарядов. Своего рода ранения, которые получил храм в Великой Отечественной войне. После развала Советского Союза храм начал действовать и был полностью отстроен и реставрирован уже в начале 2000-х годов. И сейчас является доступным для посещения. Продолжение следует...